В 26 лет Марина вышла замуж за очень обеспеченного человека. С тех пор у нее не было никаких бытовых проблем, кроме скуки. Муж постоянно работал, а она ходила по магазинам или сидела в социальных сетях. Однажды ей написал парень, с которым у нее в институте был роман. Он предложил встретиться. Марина согласилась. Марина согласилась. Все, молчу. Я и так пришел к вам в банк, спрашиваю, где у вас тут работала королева красоты? Они не помнят. Задачки спрашиваются, как можно такую, как ты, не помнить? Директор банка мой муж, поэтому извини, военная тайна. А, служебный роман. Директор банка влюбился в менеджера по работе с ценными бумагами. Очень романтично. Романтично. А что, уволилась? Вроде бы такая карьера, на взлет. Ну, Антон не хочет, чтобы я работала. Он у тебя что, из Саудовской Аравии? Антон-то твой. Нет, он нормальный. Ну, я сама так решила. У нас большой дом, за ним нужно следить. И потом... Антон постоянно работает. Если я тоже на работу пойду, мы вообще едиться не будем. Ну-ну. Сама-то не устала от жизни такой. Слушай, может, замутим романщик, а? Ну, как... Как старое доброе время. По старой памяти. Дима, прекрати, иначе я не буду с тобой встречаться больше. Нет, мать, так дело не пойдет. Замужество на тебя слишком дурно повлияло. Ты слишком серьезная стала. Там, где не надо. Я не серьезная, а порядочная. А вот у тебя до сих пор ветер в голове. Марина не собиралась возвращаться в прошлое. Но восхищение Димы было ей приятно. Встречи с ним вносили в ее жизнь немного разнообразия. Теперь она часами сидела у компьютера, переписываясь со своим бывшим. Но однажды ей пришло письмо от незнакомого человека. К письму были приложены фотографии. В этом письме было написано, что я должна заплатить 100 тысяч рублей. Иначе мой муж узнает, что я ему изменяю. Вот с этого письма все началось. Марина была возмущена наглостью шантажиста. Ведь на самом деле она мужу не изменяла. Кроме безобидных поцелуев, в щеку ничего не было. Ты чего меня не позвал? Я звал. Я не слышала. Чего такое грустное, что-то случилось? Да Серега выгнал его к чертовой матери. Даже пороже дал. Урод. Серега брат? Ну, в общем, у бухгалтера возникли подозрения, что он подворовывал два года назад. Помнишь, у него еще проблемы с деньгами были? И много украл? Да дело ж не в сумме. Может быть, бухгалтер ошибается? Ну, знаешь, не бывает дыма без огня. Антон Евгеньевич, я вам больше не нужен? Нет. Антон Евгеньевич, я хотел бы у вас отпроситься. Послезавтра у жены юбилей. Борь, ты уже третий раз за месяц отпрашиваешься. Вот скажи мне, зачем мне нужен такой водитель, а? Извините. До свидания. До свидания. Антон, я... Мне тут на одноклассниках один знакомый написал... Господи, Марина. И ты туда же. Куда туда? Да у нас в банке все дуры на этих сайтах сидят. Я был лучшего о тебе мнения. А что тут такого? Да что тут такого? Да то, что сидят, переписываются со своими бывшими, встречаются, изменяют мужу. Что это такое? Погоня за утраченной молодостью. Противно. Я тебе советую ни с кем не переписываться, а тем более не встречаться. Разочаруешься. А это что за дрянь? Почему дрянь? Это мясо я сама готовила. Ну, я уже наелся. Спасибо. Пойду в танчики поиграю. В общем, мы не поговорили. Он был не в настроении. И главное, я стала сомневаться, можно ли ему об этом рассказывать. Я ужасно растерялась. Марина не знала, что делать, и решила посоветоваться с подругой. Анна была старше, опытнее. И главное, несколько лет проработала с Антоном, и хорошо знала его характер. Да ты ж... Вот ты, блин. Вот как тебя угораздило, а? Ну, там и всего тут посидели три раза в кафе, но ничего ж не было. Ты Антону говорила, что ты встречаешься со своим бывшим? Нет. То есть скрывала? Да не скрывала я, просто не говорила. Угу. Вот интересно, а, слушай-ка, вот кто это делает? Ведь это же должен быть какой-то знакомый. Почему? Да он как минимум знает, что у тебя есть деньги, что у тебя ревнивый муж, и что ты, ну, встречалась с этим Димой. Да, действительно. Ой, кушай. Да. Ну, ладно. Ну, а от меня-то ты что хочешь? Ну, посоветуй, что делать. Честно. Ну, конечно, честно. Да заплати. Не поверит он тебе. Ну, почему ты так думаешь? А такой человек. Ты знаешь, почему он со мной пять лет не разговаривал? Я, когда у него работала, он нас так это всех собрал и говорит. Все, говорит, кто за меня, прыгайте с парашютом. А кто, говорит, откажется, те крысы. Я к нему подхожу и говорю, Антон, вы знаете, у меня маленький ребенок, я не могу рисковать собой. А он взял меня и уволил. И пять лет со мной не разговаривал. Ну, Аня, он тогда молодой был. Молодой. Ну, да ладно, это дело прошлое. Ну, и что, сколько этот шантажист хочет? Сто тысяч рублей. А как ты, подожди, передать ты ему не должна? Ой, в камеру хранения положить. Знаешь, такая платная есть камера хранения, постамат. Ну, да. Вот, мать и положи. И забудь, как страшный сон. Да нет, у меня сто тысяч. Ну уж. Ну, правда, нет. Ну, ладно. Я тебе одолжу. Сейчас дам. Она меня убедила. Я подумала, отдам сто тысяч, и все закончится. Но я не знала, что все только начинается. На следующий день Марина отвезла деньги в камеру хранения и положила в ячейку, которую назвал шантажист. Марина очень волновалась. Ей казалось, что она стала героиней какого-то боевика. Но, к сожалению, эта история была не фильмом, а реальностью. Марина настолько растерялась, что за эти дни даже не пыталась обдумать, кто же он, этот шантажист. И вдруг... Неожиданно я увидела знакомое лицо. Этот человек шел камерам хранения. То, что шофер Антона посреди рабочего дня оказался один в этом месте, выглядело очень странным. Обычно он весь день возил своего шефа. Антон даже не отпустил его на день рождения жены. Зачем же он приехал к камерам хранения? Вот интересно, а, слушай-ка, вот кто это делает? Ведь это же должен быть какой-то знакомый. Почему? Да он как минимум знает, что у тебя есть деньги, что у тебя ревнивый муж и что ты встречалась с этим Димой. Да, действительно. Алло. Да, Антон Евгеньевич. Да на заправку отъехал. Думал, пока вы в ресторане, я заправлюсь. Ну, минут десять. Да мне еще сейчас масло посмотрят, а тут очередь. Итак, теперь Марина знала точно, шофер обманывает ее мужа. На какой еще обман он способен? Кажется, все совпало. Борис хорошо знает их жизнь, представляет себе характер Антона. В общем, он и есть тот самый шантажист. Да. Привет. Нет, не приеду. Ну, ты же знаешь, какой он скотина. Не отпустил. Загрузил до самой ночи, капиталист проклятый. Ну, садись одна. А у меня для тебя подарок. Обалдеешь. Ну, ладно, давай, все, целую. Я поразилась, какой злобой он говорит об Антоне. Он его ненавидит, вот и решил отомстить. А заодно подарить жене мои сто тысяч. Надо было, конечно, сразу к нему подойти, все выяснить. Я не рискнула. Решила сначала все обдумать. Весь день Марина размышляла, что делать. Наконец, она приняла решение поговорить с шофером лично. Он привез Антона в одиннадцать вечера. Услышав шум мотора, Марина отправилась в гараж. Добрый вечер, Борис. Здравствуйте, Марина. Правда, мы сегодня с вами уже виделись. Виделись? Где? Да, правда, вы меня, скорее всего, не заметили. У камеры хранения. Как же вам не стыдно, Борис? Я ведь вам ничего плохого не сделала. Марина, но вы поймите. Как это можно понять? Вы же знаете, что это вранье. Вы сказали Антону Евгеньевичу. Нет, еще пока я хотела сама с вами поговорить. А знаете, в конце-то концов, увольняйте, надоело. Увольняйте, и все, а деньги? Что, еще и деньги? Слушайте, за что? За бензин, что ли? Борис, я поражаюсь вашей наглости. Вы совершили преступление, еще спорите со мной. О, да, преступление. Во время работы отъехал за подарком для жены. Почти убийство. Какой подарок? А что я, по-вашему, делал в камере хранения? Туда доставляют покупки по интернету. Я решил побаловать жену. Заказал ей парафиновую ванночку для маникюра. Вот и отъехал за подарком, пока Антон Евгеньевич был в ресторане. Так вы там парафиновую ванночку? Да, вот она. Борис, простите, я просто не о том подумала. Простите, я честно, я не скажу Антону. Простите. Простите. Эта ошибка так потрясла Марину, что она даже забыла о собственной проблеме. Но, к сожалению, проблема сама напомнила о себе. Да? Спасибо за подарок. Кто это? И главное, спасибо за новые фотографии. Лови. Кто звонит, так поздно. Мама. Смотри. Хотел до Нового года дотерпеть, но не вытерпел. Смотри, авторская работа. Только у тебя одной такое будет. Ну, нравится? Да, Антон, послушай. Давай надену. На корпоративе все обосрутся. Особенно Михайлов. У него жена, знаешь, какая страшная. Ну, красота же, а? Антон, я тебе хотела сказать... Как красиво. Ну, ты же меня не подведешь, зайка. А? Постараюсь. Вот и славно. Я пойду какой-нибудь фильмец посмотрю, а ты колье в сейф положи. Оно знаешь, какое дорогое. И я снова упустила момент ему все рассказать. У него было такое хорошее настроение, он подарил мне чудесный подарок. И я подумала, а если он мне не поверит? Как я ему объясни, что заплатила сто тысяч? В общем, я увязла по полной. На следующий день Марина позвонила Диме и попросила его приехать в кафе. Дим. Так. Тут такое дело... Короче, меня шантажируют, что я мужа изменила с тобой. Так я бы только рад, если бы это была правда. Они сфотографировали, как мы с тобой целовались. А мы с тобой целовались? В щечку. В щечку? Ну, а что у вас поцелуй в щечку котируется, как измена? Дим, я не шучу. А что ты сейчас делаешь? Позволь полюбопытствовать, если ты не шутишь. Я уже заплатила сто тысяч рублей. Какие шутки? За что заплатила? За то, что мой муж не узнал о наших встречах. Ты отдаёшь отчёт себе в том, что ты вообще сейчас говоришь мне? Ну, теперь он требует миллион, и у меня нет таких денег. Он сказал, что если я заплачу, то он от меня отстанет. Иди, я тебя очень прошу, дай мне, я тебе всё верну. У меня нет миллиона. А даже если бы был, я бы тебе его не дал. За что платить-то? Ничего же не было. Теперь уже всё поздно. Так что-то доказывать, если б муж сразу знал. Ну, ведь Антон не знает ни о наших встречах, ни о том, что меня шантажируют. А главное, я уже один раз заплатила, как будто я виновата. Ну, что мне теперь делать? Ё-моё, фигня какая-то. Меня не вмешивайте в это. Я здесь вообще ни при чём. Значит, не поможешь. Я в эти игры не играю. Ты сволочь. Мне было ужасно стыдно. Она ведь вообще ни о чём не догадывалась. И ведь на самом деле, она порядочная девушка. Она не собиралась изменять своему мужу. Я точно это знал. Но ничего поделать не мог. Меня самого за горло взяли. Алё, да, это я. Да всё нормально, всё по плану прошло. Ну, нервничала. Просила помочь, я отказал. Хорошо. О, подонок. Сразу после этого разговора Марина поехала к Анне. Она твёрдо решила раздобыть денег и откупиться от шантажиста. Марин, ну я же тебе объяснила, что у меня встреча по кредиту. Ну ты говорила, что через 20 минут подъедешь. Пробки, извини, пожалуйста. Ну, что случилось? Я заплатила 100 тысяч этому. Ну? Ну, теперь он требует миллион. Кошмар, вот гад, а. Надо было сразу Антону всё рассказать. А теперь я боюсь. Правильно боишься. Вот он теперь точно. Твой Антон не поймёт. Ань, дай, пожалуйста, миллион в долг. Я тебе отдам. Что вы говорите, откуда мне миллион? У меня аренда два месяца не плачена. Я две недели уже хожу, кредиты выбиваю. Ань, ну... И вообще, Марин, ты мне извини, пожалуйста. Это я, на самом деле, тебя хотела попросить, чтобы ты мне вот эти 100 тысяч побыстрее вернула. У меня нет, мне очень нужен миллион. Мариночка, ну откуда у меня деньги, дорогая моя? И вообще, знаешь, что... Давай с тобой вечером созвонимся, пожалуйста. Подожди, мне Антон колье подарил. Авторское. В Москве таких больше нет. Предложи кому-нибудь за миллион. Это очень дёшево. Ну, я не знаю. Сейчас кризис, сейчас ни у кого денег нет. А что там, бриллианты? Тридцать бриллиантов, белое золото, всё фирменное, с документами, ну... Ну, ладно, я поспрашиваю. Ну, всё, ничего не обещаю. Мань, спасибо большое. Ой, да пока не за что. Марин, ты меня извини, пожалуйста, я правда очень опоздала. Ну, пошли. Поговорив с Анной, Марина сразу же поехала домой, чтобы забрать из сейфа колье. Нервы её были на пределе. Доча! Ну, как ты меня напугала. А я от тёти Светы не уехала. Ну, ты что, не рада меня видеть? Мам, я рада, но мне сейчас уезжать надо. Ну, уезжай. А ты чего такая взъерошная? Мам, я тебе потом всё объясню. Так, ну-ка, постой, постой. Что случилось? Мам, ну, ничего не случилось. Что ты взяла? Так, я не пойму, ты как со мной разговариваешь? Мам, отстань от меня. Господи. Вот чем я заслужила. Я тебе, я тебе всю жизнь посвятила. Мам. Я тебя одна воспитывала. Не начинай. Ты стала такая же хамка, как твой муж. Мама Марины, конечно, догадывалась, что жизнь с Антоном не сахар, но никогда не слышала от Марины жалоб. И очень удивилась, что Марина плачет. Маме понадобилось всего несколько минут, чтобы узнать все подробности случившегося. Ты с ума сошла? Какое колье, какой миллион. Надо же срочно позвонить Антону. Я боюсь. Боишься? Тогда напиши заявление к полиции. Ну, какая полиция? Кто этим будет заниматься? Марина и раньше понимала, что шантажист, кажется, не гнушается ничем. Но этот фотомонтаж буквально ошеломил её. Она даже боялась представить, что будет, если такие фотографии придут на телефон Антона. Ну, посмотри. Марина. Да как ты? Ты же замужем. Даже ты поверила, что Антон скажет. А ты что, хочешь сказать, что это... Ну, это фотомонтаж. Вот этот человек, который это делает, его нужно в тюрьму посадить. Так. Собирайся. Мам, куда? Ты помнишь Лёшу Борисова, который ещё в школе за тобой ухаживал? Ну? Я его на днях встретила. Разговорились. Он ещё всё про тебя спрашивал. Мама, мне ка не нужно. Да ты подожди, ты послушай, я его спрашиваю, что ты делаешь, чем занимаешься? А он говорит, я владелец частного детективного агентства, ещё мне визитку дал. Мам, ну какой детектив, ты что? Да Марина, хоть посоветуемся. Давай, 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 пошли. И мы поехали к Лёше. Собственно, эта поездка изменила всю мою жизнь. Солидно. Наверное, дела хорошо идут. Вот так сюрприз. Здравствуйте, Евгения Ивановна. Здравствуйте, дорогой. Марина. Привет. Рад вас видеть. Мало того, что приехали. Ну что, собирайтесь в ресторан, поедем отметим встречу. Лёш, мы к тебе по делу. По делу? Ну хорошо, присаживайтесь. В общем, Марину кто-то шантажирует, требует миллион. Она уже заплатила сто тысяч, но ему теперь этого мало. Ну покажи фото, Марин. Нет. Ну какая ты? Мам. Вот, Лёш, смотри. Это фотомонтаж. То есть этот шантажист грозится рассказать твоему мужу о том, что ты ему изменяла? Да, отдай телефон, пожалуйста. Ну, а ты ему изменяла? Ну, я всего три раза посидела в кафе с одногруппником. А что ты тогда переживаешь? А главное, зачем платила? Лёша, да у него муж такой, ну, в общем, у него сложный характер, это трудно объяснить. Понимаешь, нам нужно поймать этого шантажиста, чтобы никто ни о чём не узнал. Поэтому мы не в полицию пришли, а к тебе. Ну, хорошо. Тогда мне нужны детали. Марин, давай по порядку с самого начала. Ладно, хорошо. Уверенный тон Алексея подействовал на Марину успокаивающе. Она решила, что он действительно ей поможет и подробно рассказала всю свою историю. Ну, что ты об этом думаешь? Это кто-то из своих, но это пока не имеет значения. Ты говоришь, он тебя сфотографировал возле ячеек. Это хорошая идея. Мы его тоже сфотографируем. Это нужно сделать прямо сейчас. Ну что, поехали? Что, прямо сейчас? Ну, а чего откладывать? Ты в машине? Я за тобой. Да хорошо, но мы с тобой ещё не все условия обсудили. Я всё заплачу, но можно без договора? Марина, поехали. Мне рядом с ним стало так спокойно. Он казался таким сильным и, главное, сразу мне поверил. Мне захотелось найти этого шантажиста, наказать, но я даже не знала, что меня ждёт. Перед тем, как заехать в камеры хранения, Марина и Алексей отправились к Анне, чтобы отдать ей колье. Привет. Привет. Ой, а кто это такой симпатичный? Это мой одноклассник. А ты не боишься встречаться с одноклассниками? Не боишься, что и с ним фотки пришлют? Вы думаете, это смешно? Я считаю, что смеяться полезно в любой ситуации. Ладно, Марин, короче, у меня для тебя хорошая новость. Ты знаешь, что нашлась клиентка на твоё колье, я ей рассказала про автора, она тут же загорелась и вуаля, она тут же принесла деньги. Вот. Аня, спасибо. Анна, Марина сказала, что вы давно знаете Антона. Да. Неужели вы считаете, что лучше заплатить шантажисту, нежели сказать правду мужу? Именно так я и считаю. Но ведь это же нелепо. Да что вы, почему же? А вы знаете, что её муженёк типичный свихнувшийся богач. А вы знаете, почему он всех подозревает в подлости? Потому что он сам, Мариночка, да, способен на любую подлость. Аня, что ты такое говоришь? Марина, ты глупая, вот тебя однажды жизнь шандарахнет, и ты поумнеешь. А я, я её к этому готовлю заранее. Большое спасибо. Да. Вы интересная подруга. Нормальная. Я считаю, что подруга для этого и нужна, чтобы говорить всегда правду. Аня, ну сегодня ты перестаралась. Пойдём, Лёша. Всего доброго. Ну, всего доброго. Заходите. Какой симпатичный. Я от неё такого не ожидала. Она, конечно, человек резкий, и Антона недолюбливает. А тут ещё решила перед Лёшей выпендриться. Правда, я тогда заметила, что она какая-то напряжённая. Но не придала этому значения. Забрав деньги, Марина и Алексей тут же отправились к камерам хранения. Марина положила конверт в ячейку и отъехала на ближайшую парковку. После неё зашёл Алексей, чтобы установить в зале миниатюрную камеру. Ну что? Всё хорошо. Прикрепил как раз напротив, съёмка уже идёт. Как думаешь, он нас не мог вместе видеть? Не переживай. Я за поворотом припарковался. Такое ощущение, как будто всё это страшный сон. Хочется проснуться. Ну, ты как живёшь-то вообще, если не считать, что... Да нормально. Ты не думай, Аня. Сгоряча, на самом деле. Она потом отойдёт. Даже прощения попросит. Ну, ведь она права. В смысле? У тебя не совсем нормальные отношения с мужем. А что ты имеешь в виду? Марина, ну ты его боишься. Так быть не должно. А кто тебе давал право лезть в мою личную жизнь? Камеру прикрепил, всё, спасибо. Я всё оплачу. Это, видимо, его интонации. Так, выходи. Марин, ну хорошо, хорошо. Я с тобой неприятно, я не буду об этом говорить. Все наши договорённости в силе. Денег я с тебя не возьму. Этого гада нужно поймать в любом случае, иначе ведь он не успокоится. Марин, ну прости меня. У тебя чудесный муж, а я дурак. Ты знаешь, сколько это колье стоит? Сто тысяч баксов. Ты жене такой подарок когда-нибудь делал? Я не женат. Ну вот и молчи. Ты не знаешь, что такое семейная жизнь. К сожалению, знаю. Я развёлся два года назад. Ещё меня судишь. Марин, ну перестань, я ж попросил прощения. Ну всё, успокойся. Я думаю, уже в ближайшее время будут новости. Ну что, мир? Мир. Ну ладно, я пойду. На следующий день партнёры Антона пригласили его и Марину в ресторан. Обмыть удачный контракт. Марина знала, что муж гордится её красотой и очень тщательно подошла к выбору наряда. Это отвлекло её от мрачных мыслей. Впервые за последнюю неделю она забыла о шантаже. Завяжи, пожалуйста. Сегодня в салон заходил. Хочу новый Марс брать. Молодец. Кстати, Анну там встретил. Ты знаешь, дела ведать идут неплохо. Тоже машинку себе выбирала. Машинку? Ну недорогую, конечно, за миллион сто. Но всё равно, я считаю, для одинокой женщины неплохо. Да? Ну, она говорила, что даже на аренду нет денег. Да ты больше её слушай. Вечно пригодняется. Терпеть я не могу. Она тебя тоже не особо любит. Ну вот и меньше с ней общаюсь. Миллион сто. Где мне интересны эти деньги? В этот момент у меня в голове что-то перевернулось. Я вдруг вспомнила. Ведь это Аня уговаривала меня заплатить. А теперь у неё появились деньги. Всё сошлось, а то она меня шантажирует. Колье надень. Алло. А, что? Я говорю, колье надень. Какое? Ну какое, новое, которое я тебе купил. Ну, Антон, ну куда я дену его? Сидеть же некуда, не подходит. Да какая мне разница, подходит, не подходит. Михайлов должен видеть, что я в шоколаде, понимаешь? Давай, надевай и поехали уже. Подвески, крылья, вы прям сцены из фильма. Чего? Ничего, Антон, я сейчас. Давай. Только теперь Марина осознала, как сильно она запуталась. Одна ложь породила другую, и теперь всё это грозило разрушить её жизнь. Марина панически боялась объяснения с мужем, но понимала, что разговора уже не избежать. Ты знаешь, я тут подумал, лучше не надевай, а то Михайлов, он в Англии учился, он разбирается. А ты что, плачешь? Что случилось? С мамой что-то? Нет. То есть да. Что, опять сердце? Да. Ну что делать, лечить надо, шундирование сделать. Деньги нужны? Деньги нужны. Сколько? Миллион сто. Ай, господи. Ну возьми, Марзават, положишь её в больницу. Всё хорошо будет. Давай, сейчас поехали. Нас люди ждут. Поехали? Давай, не расстраивайся, я переживаю. Пошли. В общем, я опять не призналась, а на следующий день я взяла у Антона деньги, чтобы поехать к Айне выкупить колье. Ну и посмотреть ей в глаза, ведь я была уверена, что именно она меня шантажирует. Кофе будешь? Давай. Слушай, а как там твой этот вот одноклассник поживает? Кстати, он женат? Нет. Красивый мужик. В моём вкусе. Может, познакомишь? Аня, я деньги принесла, мне нужно колье вернуть. Ну ты чё, мать, так не делают. А чё, человеку скажу? Скажи, что очень нужно. Нет, ну я, конечно, попробую, но я ничего не обещаю. А как машина? Какая машина? Ну, Антон тебя в автосалоне видел? Слушай, Марин, мне кажется, моя машина не касается ни тебе, ни Антона, нет? Значит, когда я тебя просила деньги, у тебя не было на аренду. Когда меня стали шантажировать, у тебя вдруг появились деньги. Как интересно. Ах, вот оно что, о, как мы заговорили. Ну что ж, раз пошла такая пьянка-гулянка, то давай с тобой, Мариночка, поговорим по душам. А давай. Есть у меня деньги и на аренду, и на машину. Вот только давать я их тебе не собиралась. А знаешь почему? Потому что ты пустая и никчёмная баба, которая не знает, как время убить. Я бы тебя ещё пожалела, если бы твои проблемы не были бы высосаны из пальца. Вот у меня реально, Марин, были проблемы, когда твой муженёк выпер меня с работы, и когда я осталась с грудным ребёнком на руках и в съёмной комнате в коммуналке, понимаешь? А все твои проблемы – это охамевший от безнаказанности садист, которому ты потыкаешь. Ещё кофа! Нет, спасибо. Ты всегда нас ненавидела. Машина. Его я ненавидела. А тебя вначале жалела, а теперь презираю. Вот только, Мариночка, знаешь что? Просчиталась ты, я не шантажистка. Мне, в отличие от тебя, деньги проще заработать. А тогда зачем ты меня уговаривала заплатить? Ты же знаешь, что Антон не поверит в это во всё. А потому что я за справедливость, Марина! Все в этой жизни должны платить, понимаешь? Вот я за всё плачу, а тебе всё даром достаётся. Спасибо за кофе. Меня трясло, когда я вышла от неё, и не только от оскорблений. Мне показалось, что в её словах действительно была правда. Но я додумать не успела. Позвонил Алексей и сказал, что нужно срочно увидеть записи с камеры. Я помчалась к нему. О, Марина, привет. Ну что? Извини, что-нибудь записалось? Да, садись. Как раз сегодня забрали деньги из ячейки. Вот, смотри. Мне кажется, или это тот, кто был на фотографиях? Да, это Дима. Вполне логично. Он узнал, что ты замужем за богатым мужчиной. Позвал тебя в кафе, обнял, поцеловал. А в это время его знакомые фотографировали вас. Как же так можно? Мы же были вместе, он же меня любил. Люди меняются. Видимо, я действительно пустая, я никчёмная, раз со мной так можно поступать. Зачем ты делаешь такие выводы? Ты же никогда такой не была. Ты жертва, ты не преступник. И ты не виновата, что на твоём пути попался этот подлец. Я виновата, я никчёмная, и подруга меня ненавидит. Ты, бывший мужчина, шантажирует, и ты меня презираешь. Я? Я в восторге от тебя. Ты прекрасная девушка. Немного наивная, но это же хорошо. Хорошо. Быть дурой хорошо, да? Марин, ты классная девушка, красивая, добрая. И вообще ты умница. Помнишь, наша математическая сказала, что годам в тридцати ты станешь министром экономического развития. Так что давай без самобичевания. Обещаешь? Обещаю. Мне первый раз за последние пять лет говорили такие слова. Антон меня обычно критиковал, то не так, это не так. Мне было очень приятно, и это придало мне силы. На следующий день Марина решила расставить все точки над «и». Она позвонила Диме и предложила встретиться. Он согласился с большой неохотой. Ну что? У меня хорошие новости, я нашла шантажиста. Как тебе это удалось? Я наняла частного детектива, и он поставил возле ученика камеры. Это ничего не доказывает. Ну ты подумал. Ты не знаешь моих обстоятельств. Что там, больная мама, голодные дети. Что еще? Классовая ненависть? Хватит стебаться. Я тебя не шантажировал. Не шантажировал? А деньги из ячейки не ты забирал, да? Деньги из ячейки забрал я. Но шантажировал тебя не я. Дима, ты как? Я тебе ничего не буду объяснять. Меньше знаешь, крепче спишь. Короче, завтра ты возвращаешь мне деньги. Нет. Хорошо, тогда я рассказываю мужу, мы заявляем в полицию, и ты садишься в тюрьму, так? Это вряд ли. Дима, а как можно жить вот так вот, вот с этим позором? Знаешь, я вот то же самое хотел у тебя узнать. Как можно жить вот так вот, вот как вы? И будь добра, расскажи все мужу. Я думала, он будет врать, оправдываться, просить прощения, а он стал обвинять. И я чего угодно ждала, только не этого. Но ведь я тогда еще ничего не знала. После этого странного разговора Марина решила заехать к маме. Ей необходимо было с кем-то посоветоваться. Привет. Привет. А я за сметаной. Знаешь, такой грибной супчик сварила. Сейчас сметану купим и обедать. Мам, у меня новости. Что случилось? Дело в том, что когда я, я только что от Леши, да, и он мне показал фотографии, и это просто, ну, это оказывается Димой. Вообще, вот мне этот Дима никогда не нравился. Ну да, я помню, ты его называла Слизняком. Ну, Слизняк он и есть. А Леша-то похорошел, правда? Ну да, симпатичный и добрый очень. Ты прости, Марин, конечно, это не мое дело, но ваши отношения с Антоном, они и правда какие-то странные. Ну, он тебя подавил. Я знаю, что ты не любишь, когда я это говорю, но если я не скажу, то кто? Ты не поверишь, мне в последнее время уже несколько человек сказали об этом. Вот. А все не могут ошибаться. Могут, мам. Слушай, мам, я решила устроиться на работу. Вот молодец, а. Ну, сколько можно с таким образованием дома-то сидеть? Да. Ну, ведь Антон-то против будет. Ну, чего бороться будем? А ты знаешь, что он учудил сегодня? Что? Позвонил, мне начал расспрашивать про мое здоровье, про какую-то дорогостоящую операцию. Мол, вот прям я при смерти. А ты? Ну, я сказала, не дождетесь, Антон. Ну, так, пошутила. Мам, я совсем забыла тебя предупредить. Мне пора уже с... Чего? Куда пора? Слушай... У меня еще супчик грибной. Честно, мам, некогда мне пора. И вообще уже пора заканчивать всю эту историю. Итак, теперь Антон знал, что Марина его обманывает. Деньги были нужны ей не для лечения. Марина не представляла, какой будет реакция мужа, но одно она решила твердо. Пришло время во всем признаться. И будь, что будет. Да, войдите. Марина, здравствуйте. Охранник сказал к вам подойти. Можно мне вещи из гаража забрать? Меня уволили, а у меня там сменная одежда. Да, конечно. А почему уволили-то? Я ведь Антону ничего не говорила. Да, я сам сказал. И что, он за это вас уволил? Ну, вы же его знаете. Сказал, что не может больше мне доверять. Да ладно. Честно говоря, эта работа не для меня. Тяжело целый день за рулем. Я сейчас по полдня бомбилой работаю. Денег меньше, зато сам себе хозяин. Так я пройду в гараж. Да, конечно. Марис, только вы не обижайтесь на меня. У меня просто проблемы были. Да за что обижаться? Так даже лучше вышло. До свидания, Марина. До свидания. И снова она подумала, что не представляет себе реакции мужа. Что же он скажет, когда узнает всю историю шантажа? Поверит ли, что Марина ему не изменяла? Марина была потрясена. Получается, что она зря скрывала от мужа правду. Он все знал. Все фотографии шантажиста, в том числе и тот ужасный фотомонтаж, лежали у него в кабинете. Но что это могло значить? Марина совсем запуталась. Я сидела и думала, откуда у него эти фотографии? Почему он мне ничего не сказал? Я ничего не понимала. Привет, пончик. Как дела у тебя, а? А я пацанов в покер обыграл. На три штуки сделал. Это что такое? Это ты, ты что, у меня в кабинете шаришь? А? Я тебя спрашиваю. Откуда это у тебя? Это я вопросы буду задавать. Ты почему мне не сказала, что с бывшим любовником встречаешься? Ты зачем шантажисту платила? Отвечай! Откуда это у тебя? Сука. Я тебе скажу. Хорошо. Я тебе скажу. Да, это я делал. Дима твой приперся в банк просить отсрочку по кредиту. Вспомнил, что ты там работала когда-то. Хотел тебя найти, чтобы ты помогла. А мне доложили. Я его к себе в кабинет пригласил и предложил. Что предложил? А я говорю. Димочка, хочешь отсрочечку по кредиту? Помоги мне жену проверить. А? Ну там, я не знаю, напиши ей, поухаживай, предложи переспать. А он и согласился. Ради денег на все готов, скотина. Дальше? А дальше? А дальше ты молодец. Да. Не позволила ему. Молодец, да. А я решил усложнить задачу. Хотел посмотреть, как ты себя поведешь, когда тебя шантажировать станут. И вот тут ты прокололась. А Дима твой, как узнал, развопился, мне позвонил. Я говорю, молчи, болван. Я тебе миллион дам. Кредит свой поганый погасишь. А он, ты знаешь, уперся. Говорит, мол, неприлично это как-то. Я все расскажу. А что делать? Я к нему коллекторов направил. Они начали кредит выбивать. А ему деваться-то некуда. Вот он и молчал. Зато я ему разрешил денюжки взять, которые ты, кстати, принесла. Ты откуда деньги-то взяла? Я тебе на мать вроде позже давал. То есть ты считаешь, что ты имеешь право ставить надо мной такие эксперименты, да? Я считаю, что я имею право в моем положении знать, с кем я живу. А ты не знал! Ничего-ничего, Мариночка. Тебе полезно. Ты у нас совсем дурочка. Вообще жизни не знаешь. То есть ты решил, что можно проверить и со мной, как с собакой Павлова, да? Ну не надо вот это вот, не преувеличивай. Так откуда деньги взяла? Кто у нас такой добренький, а? Я колье продала. Что? Колье? Ты, ты, ты дура! Да оно знаешь, сколько стоит? Сто тысяч баксов! Кому ты его продала? Аня. Что? Аня? От, от, сука! От стервятница! Ты, ты, хватает все, что плохо лежит, а? Звони ей быстро! Пусть возвращает! Звони! Знаешь, я давно тебе хотел спать. Ты такой последний козел, сука! Да потому что твоя жизнь для тебя важнее всего вообще! По-моему, готов убить всех направо-налево! Марину как прорвало! Все слова, которые она пять лет боялась сказать мужу, были сказаны за эти пять минут. На следующий день Марина подала на развод. Антон до последнего не верил, что она всерьез хочет уйти, и пытался удержать ее, говоря, что в случае развода ей ничего не достанется. Но Марина и не претендовала на имущество. Она устроилась на работу в очень солидный банк. Там ее таланты сразу заметили. И уже через два месяца она возглавила департамент и получила служебное жилье. А еще Марина встречается с Алексеем. Дело идет к свадьбе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»